Время туристической поездки 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 Все не так. Мое посещение этого музея вызвало такую панику, что туда за мной прибежали представители местной новостной программы. Они долго снимали меня из-под тяжка, допрашивали экскурсовода, что мы здесь делаем и как себя ведем. Удивлению не было предела. Чего они так испугались? В Прибалтике давно пытаются уравнять Красную армию и армию Вермахта, нацизм и коммунизм. Поставить между ними знак равенства. Давно идут разговоры о советском геноциде и о том, что Москве надо заплатить по счетам за нанесенный Прибалтийским республикам моральный и материальный ущерб. Так вот они насчитывали такие компенсации, многомиллиардные. Один дошлый эстонец насчитал 20 миллиардов долларов, которые должен заплатить Советский Союз. Предлагался вариант. Дайте Новосибирскую область на 10 лет. И тогда мы спилим там все леса за эти 10 лет. Большего мы не требуем. Широко известен тот факт, что часть местного населения поддержала немецкую армию и даже встречала их как освободителей. Многие пошли служить в легионы СС, созданные фашистами на территории Прибалтики, в карательные отряды и в полицию. Но в последнее время почему-то замалчивается тот факт, что многие латыши, эстонцы и литовцы поддержали и Красную армию. До сих пор мы не знаем, сколько точно Прибалта воевала на стороне Третьего рейха. Приводятся совершенно разные цифры. Например, есть цифра, что 10 тысяч всего в вермахте и 60 тысяч в дивизиях СС пресловутых. По другим данным, воевало чуть ли не 250 тысяч человек. То есть точных данных никто не установил до сих пор. Точно так же не установлено, сколько воевала Прибалта в Красной армии. Почему-то об этих людях вообще никто никогда не вспоминает. А между тем 15 литовцев, героев Советского Союза в годы войны, 13 латышей, героев Советского Союза в годы войны, 8 эстонцев, героев Советского Союза в годы войны. Около 20 тысяч получили боевые ордена и медали. Согласно официальной прибалтийской истории, приход Красной армии и освобождение Прибалтики было настоящим бедствием для этих республик. Офицеры и солдаты Красной армии вели себя здесь именно как на оккупированной территории. Были констатированы многочисленные случаи грабежей, разбоев и изнасилований. Но виновные наказывались редко. И ни слова о героизме советских солдат, о героизме своих земляков, которые освобождали Прибалтику. Ведь несмотря на то, что у Гитлера была самая мощная военная машина в мире, немцам понадобилось много усилий, чтобы завоевать эту территорию. Ведь понадобилось два месяца германским войскам, чтобы занять всю Прибалтику. То есть, если бы не было вот этого соглашения в Москве 1939 года, и если бы мы охотно предоставили немцам путь до Нарвы, то мы бы не получили два месяца дополнительных, чтобы принять уже удар немцев в районе бывшей советско-эстонской границы, и дальше не имели бы два месяца для организации обороны Ленинграда. А это оказалось решающим фактором. Латвия была советской, всего год, даже меньше, по существу. Латвия существовала. А такое количество людей сопротивлялось немецко-фашистской власти и участвовало в боях на стороне Красной Армии. Как это могло случиться? Действительно, это такой феномен. Вроде бы люди не могли быть еще бы перекованы, так сказать. За 20 лет они жили в буржуазном государстве, и тут вдруг год, и они совершенно, значит, уже совершенно по-другому мыслят и готовы жизнь свою отдать за советскую власть. И это при том, что Прибалтам, служившим в Красной Армии, военное руководство, мягко говоря, не доверяло. Многие командиры считали их ненадежными. Руководство Красной Армии даже предлагало отправить национальные части в тыл, подальше от Запада, для расформирования. Ну, мне довелось служить, хотя пацану, в латвийской дивизии. Она была вооружена иностранным оружием. Потому что мы даже не потрудились оружие дать людям в руки наше, отечественное. Надо сказать, что как-то случайно отрумогало, потому что оказывались наши, значит, уже в окружении, и все равно спокойно совершенно выходили из этого окружения, потому что немцы видели, какая-то форма явно не наша. Ну, думали, там, или румыны, там, или какие-то там еще, их союзники, и пропускали их даже, не обращая внимания на то, что у них там звезды были. Вот, а остальное там было. И довольно большие группы, там, по 40, по 50 человек выходили в строю, значит, строили в строем, и на глазах у немцев выходили из окружения. Позднее к национальным частям отношение изменилось. Надо сказать, эти части переглили. Переглили для решающего удара, участия в освобождении этих стран. И поэтому, когда в Таллин входили эстонские части, вот это вызывало шок. Ведь ждали страшных этих казаков, которые будут убивать эстонцев. А здесь блестяще говорящее на эстонском языке родные эстонцы, родные эстонские лица. И эстонец первый восстановил советский флаг на башне Томаса в Таллине. Как ни странно, об этих людях в музее оккупации ничего не говорится. Рассказывается только о собственных партизанах, героях, тех, кто боролся с советской властью и стал символом борьбы с советами. Когда Советский Союз распался, когда прибалтийские государства стали независимыми, перед ним стала задача. Нужно было построить новую национальную идентичность. Причем новую национальную идентичность не советского характера. Потому что иначе тогда зачем мы уходили? Нам нужно строить что-то новое, что-то свое. Проблема заключалась в том, что в 20 веке у них не советских героев не оказалось. У них оказались единственные люди, которые боролись с Советским Союзом, это оказались те, кто был прямо замешан в карательной операции. Немцы активно привлекали местное население на военную службу и службу в полиции. Правда, отводили им неблаговидную роль. Использовали либо в карательных операциях, либо как пушечное мясо. Немцы цинично пользовались латышами, их страхами, их ожиданиями, их алчностью, потому что служба в карательных подразделениях она хорошо оплачивалась. И на фоне безработицы, твердая оплата, есть определенные льготы. Вот на фоне всего этого часть латышей шли служить в полицейские батальоны. Когда говорят о советском геноциде, забывают рассказать, как руками местных коллаборационистов были уничтожены сотни тысяч человек. Прибалтика была превращена в большой концлагерь. Сюда для уничтожения свозились заключенные со всех оккупированных немцами территории. Местные полицейские батальоны в борьбе с мирным населением по жестокости превосходили своих немецких хозяев. Пожалуй, наибольшей жестокостью по отношению к мирному населению к сожалению отличались при Балтии. Хорошо известно воспоминания офицера Власовской русской освободительной армии, который был направлен в 43-м году в Северную Белоруссию. И там он видел, как действовали латышские формирования, как они уничтожали деревни, как они жгли жителей заживо. Как они складывали в бочки головы белорусских крестьян. И он спросил, он сам был латыш по национальности, а зачем вы это делаете? Мы ответили, мы хотели уничтожить как можно больше русских. Когда говорят о советском геноциде, во времена так называемой оккупации, забывают посчитать, а сколько мирного населения погибло от рук националистов, лесных братьев. После ухода немцев с прибалтийских территорий, бывшие военнослужащие СС и помогавшие оккупантам местные жители вынуждены были уйти в леса. Они боялись прихода Красной Армии. Немцы, они немецкие части капитулировали, а они оказались в таком положении, что 25 лет грозило почти каждому из них за измену. Потому что они были вроде советскими гражданами и воевали против нас. И вот, понимая, что им придется отвечать за это, многие из них ушли в лес и стали, как они сейчас называют себя, национальными партизанами. Но перед этим немцы постарались организовать борьбу с советской властью. Немцы снабдили своих бывших помощников оружием, боеприпасами. Многие из них владели спецификой военного дела и имели боевой опыт. В своей борьбе они старались опираться на местное население. Кого запугивали, кого убеждали, что советизация – это гибель для Прибалтики и другого пути у них нет. В истории эти партизаны получили прозвище «Лесные братья». Борьба с ними была долгой и упорной с 1944 по 1957 год. В период с 1944 по 1956 годы в Литве всевозможными лесными братьями было убито более 25 тысяч человек. То есть это примерно по две с лишним тысячи в год. Представьте себе, у нас сейчас, допустим, на территории Московской области, которая больше, чем тогдашняя Литва, существенно больше, каждый год убивают по две тысячи человек. Из этих 25 тысяч человек, убитых за 12 лет, 85% были литовцами по национальности. Вырезали целыми семьями. Убивали людей с целью запугивания, за лояльное отношение к советской власти, за отказ помогать материально движению лесных братьев. Эти формирования активно поддерживались из-за рубежа оружием и деньгами. И одна из задач советской власти после войны – это борьба не только с самими партизанами, но и с их зарубежными хозяевами. Нам удалось внедрить в эту среду свою агентуру, причем людей, которые могли давать им указания, которым они верили. Создали условия для подобной съезда, сходки главарей этих банд. Причем соблазнили их еще тем, что им будут даваться награды, будут вручаться награды. Награды английские. Там быстро на госзнаки изготовили кресты, все остальное. Но не сделали ленточек. И вот я помню, что жены наших сотрудников сидели несколько ночей, и 9 дней, пока делали ленточки, на которые вешали эти кресты. Их собрали. Стали награждать. И вся эта публика оказалась арестованной. После войны движений лесных братьев поддерживала английская и американская разведка. Они активно готовили агентуру для заброски на территорию Прибалтики. Этот регион был для них лакомым куском. И оторвать эти территории от СССР была их мечта в течение нескольких десятилетий. На реализацию этих планов тратились огромные средства. Заброска агентов морским и воздушным путем велась регулярно. Когда мы уже захватили нескольких американских разведчиков, то стали рассматривать их паспорта, которые были сделаны идеально, в общем-то. Но что-то, что-то в них было не то. Они были потрепаны уже так, потому что там 3-4 года использовались вроде бы. Но что-то было не то. И вот, в конце концов, значит, смотрели, мы смотрели на эти паспорта и потом поняли, что у них вот эти скрепки, наши паспорта, когда человек уже пользуется года 3, они покрываются мелкими такими ржавчинами, пятнами ржавчины. А эти были идеально чистыми, сделанными из нержавеющей стали. И поэтому, вот, когда паспорта проверяют, потом стали проверять, достаточно было взглянуть на эти, значит, скрепки, и уже было ясно, что этот человек имеет фальшивый паспорт. Но чекисты решили использовать заброшенных диверсантов в своих целях. Много лет прибалтийские контрразведчики вели так называемые радиоигры. Придумывались хитроумные планы, как обмануть противника, как выудить из него больше информации стратегического значения, как передать дезинформацию относительно своих планов. Они под нашей диктовкой делают все, что мы им подскажем. Передаем им данные, которые они потом передают дальше и так далее. В общем, мы обманываем противника. Это вот так называется, потому что связь идется в основном через, в основном по радио, поэтому называется радиоигра. То есть играем и обыгрываем и в конце концов. Прибалтийскими чекистами было передано много липовых материалов относительно националистического подполья. Это было сделано для того, чтобы максимально дезинформировать и разорить противника, заставить его тратиться на поставку оружия, радиостанций, денег. Вот эти молодые прибалтийские контрразведчики, они, используя эти операции, смогли внедриться в разведорганы Великобритании и США. В годы Холодной войны это было особенно ценно. Это не просто соревнование двух спецслужб, это было соревнование двух систем. И совершенно очевидно, что советская Прибалтика в этой игре победила полностью и безоговорочно. Это признали и сейчас и англичане, и шведы признали, и американцы. После того, как я уехала из Латвии, я с удивлением обнаружила, что моя поездка не осталась незамеченной. Более того, она вызвала большой резонанс. По местным новостям вышел репортаж о моем посещении города Риги и в частности о моем походе в музей оккупации. Местные СМИ писали о моей поездке примерно так. Пробралась в Латвию под видом туристки, поселилась возле российского посольства. Вот это формулировки. Прямо фразы из плакатов холодной войны. Меня обвиняли в том, что я что-то тайно снимаю и даже с кем-то тайно встречаюсь. А вдруг я что-то узнаю и выведаю какие-то секреты. В ответ на эти публикации в интернете появились возмущенные отзывы самих жителей этой страны примерно следующего содержания. Отчего так испугались официальные власти о том, что могут рассказать правду или боитесь, что расскажут о современном положении, в котором оказалась страна? До того, как они вступили в Советский Союз, чудовищная была безработица во всех этих республиках. Что сейчас безработица и в Прибалтике? 15% минимум во всех трех республиках. В той же Латвии 30 миллиардов евро долг они сейчас в долгу, как в шелку. 30 тысяч евро на каждого человека. Это 4 среднегодовые зарплаты. Как они расплатятся? Они полностью в долгу. И теперь, казалось бы, после всех этих колоссальных разрушений выступает там их лидер и говорит, что не рассчитывайте на сотрудничество с русскими в области экономики. Лучше обратите внимание на быстрорастущие рынки Африки. Латвия будет заниматься рынками Африки. Это замечательно. Но в прошлом году инвестиции Латвии в экономику России были 200 миллионов евро. Инвестиции России в экономику Латвии были 5 миллиардов с чем-то евро. То есть разница как бы налица. В СССР Прибалтика занимала особое место. Считалось, что Прибалтика связывает Советский Союз с Европой, что это витрина страны. Поэтому и в экономическом, культурном и особенно в социальном смысле Прибалтика находилась на положении заграничного соседа. Из всех союзных республик Прибалтика была самой обеспеченной. Здесь был самый высокий уровень жизни. Прибалтика стала всесоюзной здравницей и получала от этого немалые материальные блага. После войны, когда вся страна лежала в руинах, именно в этот регион вкладывались огромные средства. И это при том, что Прибалтика пострадала значительно меньше, чем, скажем, Украина или Белоруссия. Из аграрного этот регион превратился в индустриальный. Были созданы уникальные высокотехнологичные производства. Из руин поднимались не только города. Решено было создать в этом регионе тяжелые машиностроения. Когда случился кризис, выяснилось, что экономика прибалтийских государств она сейчас еще менее самодостаточная и менее самостоятельная, чем экономика прибалтийских республик советского времени. И случись, что сами по себе эти республики не выживут. Что эти республики могут выживать только за счет определенных экономических преференций. Одна из претензий к Советскому Союзу заключается в том, что Советы, развивая тяжелые машиностроения, создавая масштабные комбинаты, испортили экологию в этом регионе. И включение прибалтийских стран в состав СССР изменило традиционную экономику не в интересах коренного населения. И якобы урон настолько велик, что финансово это исчисляется миллионами и миллиардами долларов. Символом в Латвии советской бесхозяйственности был объявлен Слокский пищебумажный комбинат под Йормалой. Никаких особых доказательств того, что он решающим образом оказывает влияние на окружающую среду не было предъявлено, потому что коммунальное хозяйство наносило вред окружающей среде гораздо большей степени, чем Слокский пищебумажный комбинат. Но тем не менее он был объявлен символом советского экологического нигилизма. Юмор заключается в том, что Слокский комбинат был построен в 30-е годы, то есть еще до присоединения к Советскому Союзу. Подобных примеров можно привести великое множество. Экономическое положение всех трех прибалтийских республик сейчас очень незавидное. Падение производства, безработица, массовая миграция населения в Европу и в Америку все это напоминает ситуацию 20-30-х годов. И в этом уже не обвинить СССР и Россию. Но тем не менее отстраненность и настороженность к восточному соседу остается. С одной стороны предприняты колоссальные усилия интеллектуальные, финансовые, политические для того, чтобы как можно дальше отползти от России, отколоться, отгородиться. Вашингтон контролирует полностью внешнеполитические ключевые аспекты в жизнедеятельности этих государств, их спецслужбы. С другой стороны, Вашингтон не очень-то и вкладывает деньги в эти страны. После моей поездки у меня осталось смешанное чувство. С одной стороны, мысль, что ты находишься под колпаком, не самая приятная. Надо постоянно себя контролировать и оглядываться по сторонам. И, честно говоря, иногда было страшно. С другой стороны, это было самое запоминающееся путешествие по Европе. Красота города, многовековая история этой страны, редкое дружелюбие населения делало поездку приятной. Согласитесь, не в каждой европейской стране вы сможете легко говорить по-русски, почти как на родине. Вас везде поймут и отнесутся максимально внимательно. Вас обязательно пригласят еще, и вы будете чувствовать себя желанным и любимым гостем. Только одной темы лучше не касаться в своем путешествии. Не спрашивать, почему СССР называют оккупантом. Этот вопрос решен в одностороннем порядке, и спор, по мнению официальных властей, здесь неуместен. История написана раз и навсегда. Мы виноваты во всем, и пусть этот комплекс оккупантов живет с нами вечно. На мой взгляд, это не самая демократичная постановка вопроса. Если уж так сложилось исторически и географически, что наши страны являются соседями, то должны же соседи договариваться мирно и дружелюбно, а не обвинять в злодеяниях в одностороннем порядке. Даже если Россия их там озолотит, и если Россия пойдет на все возможные там кредиты и так далее, только чтобы задобрить, это ничего не даст. Нужна полномерная, значит, постоянная, вдумчивая политика в отношении этих республик. И прежде всего, конечно, надо разоблачать вот эти все националистические мифы в истории, которые они там создали. Основной, конечно, миф, это то, что Россия является постоянной угрозой их независимости. Они нам не нужны. За последние десятилетия мир изменился. Изменилась и наша страна. Мы такие, какие есть. И мы не хотим кому-то нравиться, перед кем-то заискивать, а тем более испытывать чувство вины за то, что не совершали. И в чем обвиняет. Понятно, что гораздо выгоднее видеть в России постоянную угрозу. Это, наверное, укрепляет чьи-то национальные идеи. Но цена русофобии сильно понизилась во всем мире. И прокормиться на этом даже небольшим странам уже невозможно. Мы переживем разные обвинения и, наверное, даже оскорбления. Но остается осадок. Если раньше мы гордились тем, что мы русские, то теперь меня за это заставляет краснеть. Любой уважающий себя человек готов защищать свое имя, свою честь и свои убеждения. И этого права у меня отнять нельзя. Как нельзя отнять его, как бы это кому-то и не хотелось, у страны, в которой я живу. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова